Хочу вам показать все свои раскрашенные работы за апрель месяц. Не знаю, как их много или мало, но первые две недели апреля я вот прям постаралась на славу. И начать мне хотелось показывать с раскрасок, который мы открашиваем вместе с Вероникой. Начну я показывать с этого фламинго. Так. В общем, вот такой фламинго у меня вышел. У Вероники будет совершенно другой. И когда она будет снимать видео, она вам покажет, что получилось у нее. Я добавила вот эти блестки, ручка из фикс-прасса. И думаю, что ему так намного будет краше. Следующая раскраска. Эти забавные фламинго. Здесь я раскрашивала вот такого повара. Повар фламинго. Вот так он у меня вышел. Раскрашивала здесь карандашами. Я не помню, какими, но... Здесь у меня что-то вот фламастерами. Вот эти вот моменты. А все остальное у меня карандаши. Вот такой он у меня вышел. И... И вот такой фламинго. Голубой. С кактусами. Раскрашивала фламастерами. Следующая раскраска. Ветер уносит цветы. Тоже мы, как вы уже поняли, раскрашивали вместе с Вероникой. Вот так вот у меня вышла картиночка, разворот. Очень долго, конечно, эта раскраска у нас не раскрашивается. Но решили начать снова вот что-то с такого, с легкого. Здесь я раскрашивала акварелью. И... Вроде бы все. Вроде бы тут ничего такого не добы... А, не дорабатывала. Вот, вот здесь вот. У меня цветная гелевая ручка перламутровая. Вот. И, в принципе, все. Постаралась я как-то структуру дерева сделать. Конечно, получилось так себе, но я, не знаю, решила сделать такой вот акцент на стволе. Вот. Так что... Сейчас попробую. А, ну вот, в принципе, да. Потихонечку раскрашиваю. Миллион русалок. Хотела сделать что-то такое красивое, но, к сожалению, не вышло. И здесь у меня вот такая вот работа. А та с полной. Да. Мне это вообще не нравится. Так что... Я не в восторге. Вообще вдохновения не было, но... Надо было раскрасить. Потому что мы с Вероникой договорились. А так мне раскраска эта нравится. Она очень даже симпатичная себе. Так. Керби Розанес. Давным-давно уже не покупаю его раскраски. Но вот этот вот хрупкий мир... Меня просто... В общем, потрясла. И здесь у меня раскрашена акварельными карандашами. Кахенор Мандулус. Я их размыла. И вот здесь вот призмами дорабатывала я лягушек. Также здесь у меня белая гелевая ручка. Здесь еще и добавил, как вы уже поняли. И вот здесь вот. Сейчас попробую вам приблизить нормально, чтобы посмотрели на лягух. Вот этих вот. Вот такие у меня красотки вышли. Я потому что как-то уже рисовала такую лягушку. Сейчас вам покажу еще раз ее. Вот эта лягуха. И так что я это все раскрашивала не по референсу, а больше вот по своему референсу. По референсу, да. Вот лягушечка. И вот так вот эти лягушечки. Я думаю, сделала более-менее похоже. Да, раскрасила. Только вот это я в 2017 году рисовала, а вот эти вот я раскрасила сейчас. Так что вот такие вот прелести. Я вообще фанат лягушек. Я их очень люблю. И когда я хожу на Волгу, я всегда стараюсь поймать лягушечку, немного с ней посидеть, потусить и обратно отпускаю в речку. И, наверное, вам сейчас вот это вот покажу со сказками. Здесь мне работа вообще не нравится. Я хотела сделать как-то покрасивше, но, к сожалению, нет. Да, это та моя Золушка. Моя прям любимая иллюстрация пока что. Она у меня первая была, единственная. Вот. И, в общем, вот такую я картинку раскрасила. Сначала думала, буду тени дорабатывать и прочее, но что-то как-то вообще, не знаю, вдохновение пропало и решила оставить так же. Вот. Но я хочу, кстати говоря, в мае взять и пораскрашивать хотя бы две иллюстрации в этой раскраске. И даже не знаю, какую выбрать, но хочется вот, чтобы у меня вот были вот такие вот цветочки. Так что, возможно, я возьму спящую красавицу, пораскрашиваю. Вот. А может быть, что-нибудь другое. Так что у меня вот в мае вот пораскрашивать, у меня настроение намного больше, чем в апреле. Я хочу вот именно вот эти вот раскраски, пораскрашивать, чтобы они у меня заполнялись. И также побольше затрагивать Хану Карлосом, Марии Тролли и еще кое-какую раскраску. Далее. Удивительные цветы. Здесь мне тоже не понравилось, как у меня получилось. В общем, вот эта вот иллюстрация с цветами. Хотела сделать, чтобы это было посимпатичнее, но вышло, как вышло, к сожалению. Вот такой вот у меня фон берламутровый. Цветы у меня раскрашены карандашами, листочки. Потом я добавила акварель. Здесь у меня аквамаркеры. И потом я дорабатывала гелевой ручкой блестящей. Немножко, не знаю, видно, наверное. И также добавила желтую краску. Вот. Как-то так вышло. И фон у меня золотисто... В общем, золотистые, золотые и розовые с блестками. Акварель, луч, которая... Там рыбка нарисована. Вот. Так что не буду ее застрять внимание. Не очень мне нравится эта работа. И давайте я вам покажу в Марии тролли иллюстрацию, которую я закончила в конце апреля где-то. Вот. Ну, в принципе, нам не понравилось, как получилось. Ну, и опять же, тоже без каких-либо теней. Вот так вот решила раскрасить. Попробовать, как мне это выйдет, не выйдет. Но, в принципе, получилось ярко. И слава богу. Так что... Но, если честно, выражение леса мне как-то вообще не очень нравится. Она как будто бы немного... Немного что-то выпила. Вот. И ее как-то перекосило. Вот. Или какая-то... Ну, не знаю. В общем, такое ощущение, что она нетрезвая. Не знаю почему. Вот. Но... Ну, может быть, это только мне так кажется. Но так-то, в принципе... Не знаю, в общем. В принципе, ладно, нормально. И обычно я стараюсь в этой раскраске раскрашивать. Но как-то, когда вдохновения нет, но хочется вот что-то такое пораскрашивать, я беру и крашу. Сейчас вам еще Ханну Карлсон покажу. И потом у меня будет что-то такое релаксирующее. И по номерам. Итак, Ханна Карлсон. Здесь у меня две иллюстрации в рассветном часе. Вот такая вот желтенькая у меня картинка. Здесь у меня раскрашена акварелью. Больше здесь ничего не дорабатывала. Просто захотелось мне прелаксировать. Вот. У меня, потому что месяц апрель был месяц творчества брошек, алмазной мозаики. И все остальное. А пораскрашивать, раскраски антистресс мне тоже хотелось. Но это у меня была как бы такая отдыхалочка. Поэтому не слишком так плохо и не слишком хорошо. Вот. Следующая картинка у меня. Вот этот кролик. Как вы видите, тут у меня все. У меня тут и фломастеры, и карандаши акварельные. Да, да, акварельные карандаши вроде бы. Либо... Или краски. Что-то я даже не помню. А, нет, это у меня краски. Это у меня не карандаши акварельные. Это краски у меня. Вот. И немножко, видите, добавляла я блесточек в виде ручки. Тоже неплохо и нехорошо. Да. Наверное, вы подумаете, блин, взяла и испортила иллюстрацию. Ну, да, да, испортила, но... Вот так вот я ее раскрасила, и, в принципе, я не жалею. Покажу вам сейчас сначала с узорами раскраску. Здесь у меня выполнена только одна иллюстрация. Это вот такая. Я с ней намучилась. Это просто ничего не сказать. Раскрашила здесь ручками от маранди. И это была моя ошибка. Я настолько задолбалась это все красить. Я не постесняюсь этого слова, потому что это на самом деле. Я больше никогда не буду раскрашивать здесь ручками вот этими маранди. Только если... Только если какие-нибудь очень-очень мелкие детальки. Ну, вот что-то по типу... Нет, нет, это уже большие детали. Вот что-то по типу вот этих вот кружочков. Вот их раскрасить еще можно, но все остальные детали нет. Я очень намучилась, когда это красила. И еще я заметила, вот, например, вот эта вот полоса. Это у меня я провела ногтем. Сейчас вам увеличу, и вы поймете. Вот эти все полосы. И это все от вот... Ну, допустим. Не знаю. Вот, видите? А я задевала случайно. Так что, если кто-то хочет вот так вот пораскрашивать полностью узоры, сделать этими ручками... Сейчас вам еще раз покажу, какими... Ну, вот такими вот. То лучше не нужно. Либо я такую рукожопу у меня вот так вот получилось, либо я не знаю что. Ну, вот просто вот даже вот так вот сделать. Все равно он будет смазываться. Короче, вроде бы, в принципе, неплохо получилось, как ковер, но только не ручками. Я говорю, я сто раз пожалела, что взяла эти ручки. Но доделать работу все-таки было надо. Потому что, если бы я начала раскрашивать другим материалом, ну, например, фломастерами, то совершенно получилось бы не то. Вот. И мне не нравится ощущение. Такое ощущение, что, ну, я не знаю, каким-то гелем намазали, либо каким-то лаком. В общем, мне ощущение после вот этих ручек вообще не нравится. Вообще. Так что, не повторяйте моих ошибок. А так, в принципе, если вот так вот смотреть и предысторию не знать, то, в принципе, смотрится так неплохо. Но, блин, вообще не стоит того, чтобы... Ну, вот так вот мутиться. Вот фломастерами в ней раскрашивать классно. Фломастерами, возможно, другими гелевыми ручками тоже классно. Линерами тоже, возможно, будут потрясающие. Но не вот этими ручками. Нет, 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 нет. Я больше что-то такое глобальное красить точно не буду. Далее у нас идет раскрасочка весенней сцены по номерам. Здесь у меня раскрашены две картиночки. Так, вот это я раскрашила в прошлом месяце. И здесь у меня вот такая вот птица раскрашена. Не знаю, как она называется. Что-то по типу журавля. Вот, раскрашила здесь фломастерами штедлер 120 цветов. И, возможно, еще другими затронула я здесь. Далее вот такая картиночка у меня. Мне так понравилось ее раскрашивать. Я прям релаксировала. Ну, очень круто. И, к сожалению, не доделала я вот эту вот картинку. Потому что уже устала я это все раскрашить. Но я надеюсь, в следующее место, то есть вот в мае, которое уже есть, я раскрашу вот эту с собачкой. И, надеюсь, вот эту. Вот. Так что планирую раскрашить по три работы. Вот, чтобы у меня эта раскраска заполнялась. Потому что она мне, ну, прям очень понравилась. И завершаю я видео вот этой вот раскраской. Color By Numbers Patterns от Jet Summer. Здесь у меня раскрашена вот такая вот картиночка. Мне понравилось раскрашивать эту раскраску. Это настоящий релакс. Просто очень крутое цветовое решение. Здесь прям мне понравилось. И вот эти двоечки, на самом деле, это очень-очень светло-желтый. Вот здесь, наверное, должно видно быть. Вот, потому что light yellow. И вообще цветовая гамма прям, ну, очень красивая. Очень-прямо мне прям понравилось. Вот. Так что раскрашивать ее очень легко. У кого еще нет этой раскраски, приобретите, не пожалеете. Она прям потрясающая. И я также планирую здесь раскрашивать по порядку. Потому что здесь, в принципе, не знаю, узоры все очень даже симпатичные. Вот. Так что спасибо большое всем, что посмотрели. Надеюсь, вам хоть немножко было интересно. Даже если не интересно, то простите меня, пожалуйста. Потому что у меня этот месяц был творческий. И я хотела больше поделать брошки. Кто-то, кто не видел, какие брошки я делала. Посмотрите мой хобби-влог. Он у меня там прям связан полностью с моими брошками. Вот. Поэтому, кому интересно, чем я занимаюсь, то прошу к просмотру. И, кстати, хочу вам показать сейчас ободок свой, который я почти доделала. Так вот он выглядит. Вот так он классно переливается. В общем, я хочу еще начать делать ободки. Мне осталось доделать еще вот так вот. А здесь еще, наверное, вот тут вот нужно мне стразы доколоть. Точнее, стразы обусины. Вот так вот он блестит. Классно. Ой, обожаю. Так что, если кто-то хочет тоже ободок, то пишите мне в Instagram, в Директ. Тоже вам сделаю. И сделаю вам по большой скидке. Потому что эти ободки, когда делают, примерная цена полторы тысячи рублей минимум. И плюс доставка. Я вам могу сделать в разы дешевле. Поэтому тот, кто хочет красиво выглядеть, тот, кто хочет летом ходить в ободке, потому что я вот его доделаю и буду обязательно в нем ходить. И также, в общем, заказывать основы и бусины. Буду делать ободки. Поэтому тот, кто хочет, пишите мне, обязательно сделаю вам скидку. Вы мне просто пишите, что вы с YouTube перешли, и тогда вам сделаю скидку. Очень-очень большую. Вот, поэтому, надеюсь, вам понравился ободочек. Будут еще ободки пошире, могу сделать ободки поуже. В общем, будет очень много разных. Надеюсь, вам не сильно было скучно смотреть мой канал, мое видео и прочее. Так что, кто еще не подписался, прошу, подписывайтесь. Будет интересно, буду показывать вам очень много красоты. И всем большое спасибо. Всех с праздниками, с прошедшими, с наступающими. Вот, чтобы вы хорошо отдохнули, потому что весна, скоро лето. В общем, всем хорошего творческого настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok